Об итогах деятельности регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЕАО рассказал глава ведомства в преддверии профессионального праздника – 145-летия со дня образования исполнительной системы. Основным направлением деятельности в СИН является перевоспитание осужденных, соблюдение и охрана их прав, свобод и законных интересов. В ходе этой работы заключенные привлекаются и к трудовой деятельности, что способствует в том числе не только компенсации причиненного ими вреда, но и поддержанию уровня социализации. В ряде наших учреждений такая деятельность ведется по различным направлениям. В первую – это, конечно, дерево и металлообработка, швейное производство, сельхознаправление, ну, также оказание услуг для организаций и предпринимателей города Биробиджана и еврейской автономной области. Ведется работа по ресоциализации осужденных после освобождения, что должно способствовать скорейшему вливанию бывших осужденных в общество и профилактике рецидива. На это направлен и закон апробации в Российской Федерации, вступивший в силу в начале 2024 года. Основной задачей – это гуманизация нашего законодательства в части исполнения наказаний, ресоциализация, социальная адаптация осужденных, которые содержатся у нас как в исправительных учреждениях, так и работа, которая в дальнейшем будет проводиться после освобождения осужденных из мест лишения свободы. Для качественного функционирования всей системы большое внимание уделяется кадровой работе. Кандидатом в сотрудники службы оказывается всесторонняя поддержка по трудоустройству. Рассматриваются персональные требования и нужды кандидатов, предоставляются места в ведомственных учебных заведениях. У нас имеется такой институт – это наставничество. Основная роль данного института заключается в том, чтобы на первоначальном этапе, ну и в принципе в текущем периоде, когда проходит службу, более опытные, более знающие сотрудники могли подсказать, научить, ну и передать тот опыт, который они уже имеют и практикуют в своей служебной деятельности. Не остается в стороне ОФСИН по ЕАО и от участия в социальной жизни региона. Сотрудники ведомства активно сотрудничают с общественными и волонтерскими организациями, принимают участие в благотворительных акциях, праздничных и патриотических мероприятиях, работают с подрастающим поколением. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Сотрудники ведомства